10 февраля в России отмечается День дипломатического работника. В связи с этим праздником РАУ посетил чрезвычайный и полномочный посол России в Армении Иван Волынкин. Рабочая деятельность посла в нашей стране началась сравнительно недавно, 9 месяцев тому назад, потому Иван Волынкин рассказал присутствующим о себе и своей работе. Деятельность дипломата предполагает командирование в самые различные точки земного шара. Иван Волынкин был сотрудником посольства СССР, а потом и России в Югославии, Сербии и Черногории. Работал в Генеральном консульстве России в США, был советником-посланником посольствов Грузии и Македонии. И с 2013 года он работает уже в Армении. Мне многие задавали такой вопрос, ну как, адаптировался или не адаптировался? Ответ простой. Мне на адаптацию время не нужно было совсем. Я себя чувствую тут очень хорошо, я чувствую себя здесь среди друзей, среди людей, и если мне по духу, которые всегда готовы откликнуться на какие-то мои просьбы, предложения, пожелания. Это люди открытые, и я не устаю повторять то, что главное богатство в Армении – это люди. Формат встречи предполагал обсуждение тем самого различного спектра. Студентов и преподавателей, естественно, в первую очередь интересовал вопрос таможенного союза евразийской интеграции. Насколько я помню, всю историю этого процесса говорилось о том, что отсутствие общей границы между Российской Федерацией и Арменией является серьезным препятствием для вступления Армении в таможенные, ну и в том числе и премьер, говорилось. Потом я скажу откровенно, что армяне – народ очень мудрый, умный, прагматичный. Все было просчитано до мелочей и вышли на то в итоге, что больше преимуществ от того, что нет общей границы, нежели чем имеется каких-то недостатков и препятствий для них. Так что я думаю, что этот вопрос, он совершенно сейчас идет в нормальном русле. И я неоднократно говорил о том, что процесс выполнения дорожной карты, процесс присоединения Армении к таможенному союзу, а вы совершенно верно сказали, что это промежуточный этап, это как бы такой пункт, один из пунктов на пути к созданию Евразийского экономического союза. Я думаю, что Армения идет такими семимильными и быстрыми шагами, тут объяснять людям не нужно. Я вижу это вот своими глазами, как приезжают, встречаются эксперты из двух стран. И все делается предельно быстро. Балканский опыт работы дипломата и его настоящая деятельность предполагает наличие региональных конфликтов, в частности, проблема распада Югославии и Карабахский вопрос. Общей параллелью решения данных проблем, по мнению Ивана Волынкина, является лишь стол мирных переговоров. Мой опыт показывает, что ни один конфликт вооруженным путем нельзя решить. Его можно решить временно вооруженным путем, но дальше, дальше от этого толку никакого не будет. Он все равно вспыхнет и загорится по ногам. Любой конфликт должен решаться только за столом переговоров. Как бы сложно, продолжительное это ни было. Пусть это будет продолжаться 5, 10, 20, 30 лет, но это будет стоить жизни людей, сохраненных жизней людей, во-первых. Во-вторых, это будет как бы периодом снятия какой-то озлобленности, периодом, как пройдет одно поколение, второе. Может быть, забыть это невозможно, конечно, память линетически сильная у народа, но тем не менее, где-то кто-то кого-то простит. Но лучше это решать только за столом переговоров, и на их пути я не вижу. Касательно вопроса о стратегии освещения образа России во внутренних и мировых СМИ, Иван Волынкин отметил, что это одна из первостепенных задач на сегодня, в связи с чем и произошли реформации медийной сферы России, реорганизация РИА Новости, Международное агентство Россия сегодня и прочие подобные процессы. Эдвард Сандуян, говоря о сотрудничестве двух государств, отметил исключительную значимость роли русского языка. Сегодня доля русскоговорящего населения в Армении существенно уменьшилась. Ставки, по мнению спикера, должны делаться на школьное образование и, естественно, совместное детище двух стран, Российско-Армянский университет. Завкафедра мировой политики и международных отношений Арман Новосардян, представляя, собственно, саму специальность, отметил, что сверхзадачей сегодня стоит создание стратегического центра исследования на уже существующей базе, подготовка потенциально востребованных кадров. Я хотел бы здесь, я обещал ректору, я обещал нашим товарищам по мере возможности год готовить 4-5 дипломатов. Это очень серьезный вопрос. В связи с затронутым вопросом деятельности консульского отдела Иван Волынкин обещал скорейшее разрешение всех существующих проблем, в частности, оптимизации организации работы с гражданами. Посол считает, что любой вопрос любого характера можно и нужно решать в первую очередь прямо и открыто, указывая на проблемы и недостатки. А подобные встречи, подытожил Иван Волынкин, должны стать традиционными.